МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осенью 1824 года император Александр I во время путешествия на Урал посетил златоустовскую оружейную фабрику, построенную по его указу. Монарха волновала, удается ли здешним мастерам создавать холодное оружие не хуже английского. Победоносная для России война с Наполеоном отчетливо показала. Отечественная сталь значительно уступает лучшей на тот момент британской. Я слышал, что оружие златоустовской фабрики несколько хрупко, но надеюсь, что недостаток сил будет исправлен, сказал император. Чтобы доказать, что местные сабли и палаши крепки, начальник фабрики приказал военному приемщику изо всех сил пить клинками по бонусам из лиственничного дерева. Оружие осталось невредимым. Его величество изволил высказать одобрение. А вообще, к спору о том, чья сталь лучше более двух тысяч лет, я решил отправиться на родину оружейников, в город златоуст, чтобы лично поучаствовать в создании клинка и выяснить, в чем же секрет знаменитого русского булата, который открыл в этих краях инженер Павел Аносов. Павел Аносов пришел на златоустовскую фабрику в 1817 году. И в течение следующих лет фактически совершил здесь революцию. Он лично спроектировал новейший печной комплекс и создал отечественные аналоги немецких плавильных горшков тиглей для изготовления стали, которые обходились казне по 25 рублей золотом за штуку. Тогда это равнялось месячной аренде приличного жилья. Аносов получил то же качество и при этом удешевил производство до 50 копеек. Карьера Павла Аносова развивалась стремительно. За пять лет он вырос от практиканта до управителя огромного производства. Тогда-то инженер и занялся поиском рецептов сверхпрочной и в то же время гибкой стали для холодного оружия. И в процессе увлекся идеей восстановить и применить в производстве рецепт древнеиндийских сплавов булатов. Сегодня мы выясним. Правда ли, что Павлу Аносову удалось разгадать древний секрет легендарной стали, которой семь веков безуспешно искали металлурги всего мира? На самом ли деле русский булат Аносова составил конкуренцию англичанам с их образцовой литой сталью? И действительно ли современные мастера до сих пор не могут повторить технологию Аносовского булата? С вами Михаил Башкатов. Мы на родине русских клинков в Златоусте. Правда ли, что индийские клинки ценились на вес золота? Продавались индийские булаты по цене хорошего слона. Зачем Павел Аносов добавлял в раскаленный металл растения и древесину? Аносов увидел связь старинной магии и современной науки. И новейшие технологии на службе кузнецов. Достаточно задать необходимую температуру, и можно не переживать за перегрев стали. История любого клинка начинается здесь, на металлургическом заводе, где в электродуговой печи при температуре 1600 градусов из лома и ферросплавов, то есть сплава железа с другими химическими элементами, создается сталь необходимого химического состава для изготовления холодного оружия. В процессе выплавки постоянно берутся пробы сплава, и при помощи пневмопочты доставляются в лабораторию, где контролируется точность попадания в нужный химический состав. Сейчас на службе у металлургов самые современные диагностические приборы, а во времена Павла Аносова мастера определяли необходимый состав стали, что называется, наглазок. Но суть этой технологии не меняется уже сотни лет, и отлаживал ее в Слатоусте в первой половине 19 века управляющий, а затем и директор оружейной фабрики Павел Аносов. Задач у него было две – обеспечить русскую армию надежными клинками и раскрыть секрет древнего Булата. 2300 лет назад действия булатного оружия испытали на себе участники индийского похода Александра Македонского. Воины рассказывали, что клинки противников рассекали в воздухе легкие ткани и рубили камни. А вот европейское железное оружие тогда было настолько мягким, что гнулось уже после двух-трех ударов, и воины отступали, чтобы выпрямить клинок. Конечно, индийские мечи показались македонцам чудом. В этот период индийцы продавали в страны Востока своеобразные хлебцы из стали – вудцы. Вот примерно так они выглядели. Из одной такой лепешки получался меч или кинжал. Чтобы покупатель мог оценить строение металла, хлебец разрубался пополам. На продажу также изготавливали и готовые клинки. Их главной отличительной особенностью был узор на металле. Продавались индийские булаты по цене хорошего слона. Позже, во времена Римской империи, центром оружейного производства на Востоке стал Дамаск. Поскольку индийцы тщательно скрывали свой рецепт, здесь разработали способ имитации литого булата. Если индийский клинок получался из цельного куска стали, то Дамаский путем сваривания ее с лентами железа. Несмотря на все усилия кузнецов, узор в Дамаске всегда повторялся. Тогда как в индийском булате имел неповторимые штрихи и даже если стирался с поверхности изделия, то с помощью шлифовки, полировки или травления, то есть удаления поверхностного слоя, проявлялся вновь. Аносов сел за старинные книги и рукописи. И за 10 лет изучения проверил самые невероятные и сказочные версии изготовления булата. Однажды он добавил в раскаленный металл цветы, древесину и растения. Ведь в одном средневековом эпосе кузнецы-маги изготавливали мечи при помощи таинственного зелья. Аносов увидел связь старинной магии и современной науки. Она заключалась во влиянии на металл углерода, который содержится в древесине и растениях. Златоустовский мастер удивил весь оружейный мир заявлением, что в индийском булате не содержится ничего, кроме железа и углерода. А секрет производства следует искать в изготовлении литой стали. И этот секрет он разгадал. Аносов получил булат качество древнеиндийских мастеров за счет достижения неоднородности стали при выплавке. В сплаве высоко насыщенным углеродом металлург, играя на температурах, сохранял частицы недорасплавившегося твердого железа. Благодаря этому его булат получался твердым и в то же время гибким. Стальную заготовку первыми обрабатывают кузнецы. Именно они доводят стальной брусок до формы, из которой будет вырезаться изделие. Горный, возле которых дневал и ночевал Аносов, выставляя нужную температуру, сейчас заменили печи, работающие на природном газе. Достаточно задать необходимую температуру, и можно не переживать за перегрев стали. Основную работу кузнеца сегодня выполняет пневматический молот. Традиционная наковальня используется только для ручной правки изделия. Когда кузнецы работают со сталью для обычных заводских ножей, им достаточно перековать прибывший с металлургического завода брусок под определенный размер. А вот для изготовления дамасских клинков необходимо соединить или сварить разные марки стали. На этом этапе любой будущий клинок – часть вот такой огромной заготовки. Позже они превратятся в длинные тонкие металлические бруски, типа такого, или листы, из которых уже и будут ковать изделия. Сейчас они отправляются на оружейную фабрику. Мы проследуем за ними. Но по дороге зайдем в дом Павла Аносова. А сейчас это Краевический музей, чтобы посмотреть, какие из заготовки для будущих клинков получались у самого легендарного мастера. Как клинок становится сверхпрочным? Срезанные клинки загружаются в печь и нагреваются до температуры 1040 градусов, а затем закаливаются в масле. Почему немцы боялись черных ножей? Их вручали после взятия первого языка или других боевых испытаний. И можно ли повторить Булат Аносова? Булат как будто потерял своих мастеров, а другим не давался. В поисках рецепта Булата Павел Аносов и его кузнецы поняли, что сталь нужно не сразу переливать в готовые формы, а оставлять в плавильных горшках, тиглях, и медленно охлаждать. После проковки первого же правильно охлажденного слитка стали видны узоры, подобные Булатным. Это оказалось не и художественным решением мастера, как часто думали, а показателем качества Булата. Чем ярче и крупнее узор, тем выше качество металла. В столице долго не верили, что управляющий оружейной фабрикой в Златоусте решил задачу, с которой не справились лучшие европейские умы. Из горного департамента, к которому относилась фабрика, Аносову прислали английский рецепт создания индийского Булата на основе английской же стали и велели повторить. Это сильно задело испытателя. Он отправил в Петербург одну саблю и три клинка, сделанных строго по заграничному рецепту, и подробно объяснил, что ничего общего с индийским данный способ не имеет. Павел Аносов отправил в Санкт-Петербург и собственные изделия из златоустовской литой стали. Вывод его был таким. Английская сталь может быть опрещена в Булат только предложенным мною способом, но и так он будет весьма посредственен. И если обнаружат узоры, то не раньше, чем при вытравке. Самое большее, чего я смог достичь клинком из английской стали, это нарезать шелковую материю, а не легкий газовый платок на литу, как своим. Выходит, златоустовский Булат намного превосходил английскую литую сталь. Но вот удалось ли Аносову добиться свойств древнеиндийской булатной стали? В 1837 году весь оружейный мир был потрясен статьей в русском горном журнале. Полоска Булата сгибается без малейшего повреждения и сдает чистый и высокий звон. Отполированный конец крошит лучшие английские зубила. Павел Аносов воссоздал древний индийский булат. Но от восточных наименований сплавов изобретатель решил отказаться и ввел свое название русский булат. В 1851 году златоустовские булатные клинки демонстрировались на выставке в Лондоне. Экспонаты сопровождал помощник Аносова, известный мастер Николай Швецов. До наших дней дошел его рассказ о том, как англичане, решив испытать крепость златоустовского булата, рубили русским клинком по-английскому. В результате на английском образовалась изрядная зазубрина, а на аносовском только пятнышко. Англичане гнули клинок из русского булата в дугу, и он выпрямлялся без какой-либо остаточной деформации. Ну а мне пора отправляться на оружейную фабрику. Самое время сказать, что при Аносове мастера не только научились ковать литой булат, но и освоили уникальный метод оформления клинка – гравюру на стали. Такое можно увидеть только в Златоусте. Крылатый конь, выгравированный мастером Иваном Бушуевым на Аносовских клинках, сейчас красуется на гербе города. Итак, я прибыл на оружейную фабрику, куда уже пришли созданные металлургами заготовки. Как раз сейчас будет происходить вырезка формы будущего ножа. Делается это при помощи лазера. Все очень просто. Чертеж загружается в компьютер, и буквально через минуту заготовка будет у меня в руках. Чтобы это стало настоящим ножом, осталось срезать форму и закалить. Когда в конце 19 века проводили подготовку кубанского полка к русско-турецкой войне, выяснилось, что из 6 тысяч имеющихся здесь шашек только булатные златоустовские не имеют ни ржавчин, ни изъянов. Закаливание клинков, иначе говоря, их термообработка, как раз и придает изделию ту самую прочность, которая еще со времена Носова стала визитной карточкой златоустовского оружия. Срезанные клинки загружаются в печь и нагреваются до температуры 1040 градусов, а затем закаливаются в масле. После закалки клинок проверяют на прочность. Если металл окажется перекален, он может оказаться хрупким и сразу сломаться. Ну а если закалки окажется недостаточно, то после первого же использования ножа его придется заново затачивать. Существует специальная шкала измерения качества закалки. Наш клинок ей соответствует и значит отправляется дальше в работу. Ну а мы ненадолго пойдем в музей-арсенал, чтобы познакомиться с шедеврами златоустовских мастеров. Со второй половины 19 века златоустовская фабрика полностью снабжала армию и флот строевым оружием для рядовых солдат. Здесь изготавливали сабли, палаши, шашки, ножи и кортики. Офицеры заказывали на фабрике эксклюзивные русские булаты. За годы Первой мировой войны изготовили 600 тысяч клинков и кавалерийских пик, а в Великую Отечественную 583 тысячи кавалерийских клинков и около миллиона армейских ножей. С ними связана одна очень интересная история. В 1943 году немецкая разведка сообщила о появлении на фронте дикой танковой дивизии с черными ножами. Все ее войны от рядового до генерала были вооружены особыми ножами, изготовленными в Златоусте. Изначально они предназначались для разведчиков и десантников. В некоторых подразделениях их вручали после взятия первого языка или других боевых испытаний. Черными эти ножи назывались не только потому, что несли смерть фашистам. Дело в том, что лезвия воронились, чтобы не блестеть на солнце, а рукоять и ножны покрывали черным лаком. Перед самым концом войны фабрика получила особый заказ изготовить амуницию для участников Парада Победы 1945 года. На кадрах кинохроники можно разглядеть сабли Георгия Жукова и Константина Рокоссовского, изготовленные лучшими златоустовскими мастерами. Клинками любовалась вся страна, однако спустя всего 13 лет, в 1959 году, массовое производство холодного оружия в Златоусте прекратили. Наступила эпоха других технологий. Казалось бы, на этом в истории русского Булата пора ставить точку. К этому моменту секрет изготовления русского Булата был уже почти полвека как утерян. После смерти Павла Аносова его продолжал изготавливать помощник изобретателя Николай Швецов. Человек он был скрытный и к тому же неграмотный. Секрет непризойденных клинков устно передал только своему старшему сыну Павлу. А тот продал рецепт дирекции завода. Но, несмотря на это, после смерти Швецова-младшего Булата в Златоусте никто сделать так и не смог. Булат как будто потерял своих мастеров, а другим не давался. Но сейчас сразу несколько оружейников пытаются повторить рецепт Аносова. Один из них Андрей Умеров, автор вот этого клинка. Именно к нему в гости мы сейчас и отправимся. Чтобы повторить успех Павла Аносова, Андрей Умеров изучил его труды и с их помощью сконструировал и поставил в своей мастерской тигельную плавильную печь. Точно такую же, как описал Аносов. Булатную сталь Умерову удалось получить путем сплавления в тигле железа и графита. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Здравствуйте, Михаил. Не помешаю? Да нет, конечно. Ну, вопрос, в общем-то, такой. Можно ли изготовить булат на современном оборудовании? Или все-таки нужно Аносовским способом, как 150 с лишним лет назад, вот с помощью тигеля, печи? Очень даже можно. Можно. Да, очень даже можно. Потому что в современном оборудовании мы можем выставить те самые температуры, которые необходимы для получения булата. То есть там более все точно идет, более чистый процесс, нет никаких примесей там, значит, в виде лишних газов. Более чистый процесс, более правильный процесс и контролируемый, да. Я наблюдал, как вы накаляли клинок. Это булат был. Да. Это был булат. То есть, а есть готовый? Готовый есть. Можно взблинуть? Можно. Есть. Ага. Сейчас. Ну, можете взять его, подержать. Угу. Так, и что? И он не уступает по качеству тому, что делал Аносов? Ну, я думаю, что нет. То есть он гнется, да? Гнется. Он упругий. Относительно в нем твердость хорошая. Ну, можно его согнуть. Вот так вот. Ничего себе. Опа. Так, позвольте, проверю. Ну да, в общем-то никакой деформации нет. Клинок вернулся в свою форму. Да. Красиво. Процесс изготовления клинков из булата очень трудоемкий. В месяц Андрей производит не больше десяти изделий. В масштабах 21 века это, конечно, капля в море. Да и массовое производство холодного оружия сейчас не так актуально, как во времена Павла Аносова. Булаты, которые вершили судьбы на поле боя много сотен лет, теперь музейная редкость и вызывают интерес только у коллекционеров как настоящее произведение искусства. Мы вернулись на оружейную фабрику в гравировочный цех. Мой клинок почти готов. Осталось только нанести на него рисунок. Сейчас это делается при помощи лазера. Буквально несколько секунд и любое изображение или надпись оказываются на клинке. Ну что ж, мой клинок окончательно готов. Осталось только превратить его в нож. Но это уже очень красиво. Представляю, как были счастливы обладатели сабли или палаша из настоящего русского булата. Сам отдал бы слона за такой клинок. Ну, может быть, все еще впереди. Соберем нож и подведем итоги. Итак, правда ли, что Павлу Аносову удалось разгадать древний рецепт легендарной стали, который безуспешно в семь веков искали металлурги всего мира? Да, это факт. Аносов восстановил древнеингийский рецепт изготовления сверхпрочных и сверхгибких клинков и представил оружейному миру результаты своей работы. на самом ли деле русский булат Аносова составил конкуренцию англичанам с их образцовой литой сталью. И это тоже факт. Полностью перестроив плавильное производство, Аносов уже в 30-е годы 19-го века добился перехода на изготовление оружия и инструментов из литой стали. С английскими мастерами златоустовцы с тех пор встречались на выставках и конкурировали с качеством изделий. И действительно ли современные мастера до сих пор не могут повторить технологию Аносовского булата? А вот это не факт. В Златоусте работает мастер булат, которого уже получил сертификат соответствия классическим образцам. Другой вопрос, что востребованность булатной стали в промышленном 21-м веке уже совсем другая, чем во времена Павла Аносова. У меня на этом все. С вами был Михаил Башкатов. Увидимся на «Звезде». «Звезде» Субтитры создавал DimaTorzok